Привет дорогая, меня зовут Даша, замечательная девушка с ником Skygirl 1702 попросила меня сделать обзор на мои лаки. Я спешу выполнить ее просьбу. На самом деле коллекция у меня не такая уж и большая, но при этом пальцев на обоих руках у меня не хватило для них. Ну, пожалуй, начнем. Самый мой любимый лак, его можно увидеть у меня на мизинце, это черный такой лак, серия Brilliance, номер 30, называется Полночь. А, вот фирма Steel, вот так вот он выглядит, это мой самый любимый лак. Я вообще люблю темные лаки, он держится долго, стойкий, что очень для меня важно, сохнет очень быстро. Дальше на безымянном пальце у меня вот такой лак, как бы такой нижно-синеватый, это фирма Reflame, из серии Oasis Nail Polish. Дальше, если я правильно все прочла, я вот тут так и не нашла номер, но если номер, то не то, что на дне написано, а на дне написано, у нас 39. Reflame лаки, я вообще на них поставила жирный крест, потому что для того, чтобы высох один слой, нужно часа полтора. И держится, на второй день он уже начинает слазить, причем очень явно. Просто есть такие лаки, которые слазят очень незаметно. Вот, и Reflame в этом плане наихудший из лаков, которые я только пробовала. Дальше, на среднем, ой, я извиняюсь, как бы показать, чтобы никого не обидеть, на среднем пальце у меня лак тоже от Reflame. Такой темно-фиолетовый цвет, мне безумно нравится, он очень красивый, вот так вот выглядит бутыльок. Так, это у нас, написано порпурно, то есть, может быть, это и не значит свет, но вот такой вот. Так, дальше у нас идет и фрашевский лак, люблю я и фрашевский лак именно вот в таких вот тюбиках, потому что и кисточка удобная, и кисточка удобная. Вот, вот он у меня на указательном, на указательном пальце, такой коричневатый, коричневато-красный оттенок. Это у нас оттенок 81, ну и фрашевский лак тоже не из самых устойчивых, но держится дольше, чем Reflame, начинает сползать где-то день на третий уже только. Сохнет быстрее, чем Reflame, в этом плане я им добавляю по одному баллу за то, что сохнет быстрее и за то, что гирс дольше, но все равно всего лишь четверочка. Дальше лак вот такой вот красный, вот он у меня на большом пальце. Это у нас фирма Luxury, если это фирма в оттенке, не уверена, очень, да, по-моему, 24. У меня есть еще один лак, почти такой же, только это вот такой все-таки больше холодный оттенок, у меня есть в теплом оттенке просто шикарный лак. Я его до такой степени люблю, что я даже помню, что называется Isidora. Но я его так и не нашла, куда я его засунула, может ли потомку спрятала. Вот, этот лак я не люблю. Здесь, во-первых, очень удобная кисточка, я, конечно, не боюсь ее доставать, потому что если я запачкну этот стол, не будет просто конец. Вот такая кисточка, ей удобнее, мне кажется, все-таки рисовать какой-то нейл-арт, чем и то неудобно. Она слишком узкая для того, чтобы делать базовое покрытие для ногтя и слишком толстая для того, чтобы что-то рисовать на нем. Поэтому двойка. Приходим на правую руку. Вот такой вот розовый нежный оттенок. И вот такой вот яркий бутылечек. Я ожидала, что выглядеть будет вот так. Вот я, кстати, забыла сказать, весь лак, который мне на ногтя, я на ногтя сила в два слоя. В этом плане меня лак очень сильно разочаровал. То есть нужно наносить 15 слоев, чтобы выглядело так, как в бутылке. И то он так выглядит все равно не будет. Я пыталась. Это у нас... Джин Мишей. В оттенке... Это уже 24, слушайте. Что-то у меня на 24 в артономе, просто я не знаю. Держится дня три. Достаточно быстро сохнет. Мне кажется, единственный недостаток это цвет. Совершенно не насыщенный. Мне не нравится категорически. Отбавляю балл за красивый бутылечек. В сумме получается двойка. Зато вот этот лак меня не подвел в плане насыщенности. Вот он у меня. Очень насыщенно-розовый. Камера не совсем насыщенность передает. Увы. Это фирма Stux. Оттенок 20. Держится долго. Сохнет ультра-быстро. Четыре с половиной. Так. Дальше, дальше, дальше. У нас вот такой лак фирмы Nice. Невозможно прочитать. Вроде двойка есть. Не буду врать. Не знаю, в каком латинке. Слишком непонятно. Я уронила лак. Я на среднем пальце. Вот я им шевелю. Троечка. Сохнет быстро. Держится дня два. Но уж очень он незрачный. Поэтому троечка. Вот этот лак я просто обожаю. Он у меня на безымянном пальце. Ну вот, как-то так. Выходил одно время. Ну, может и сейчас. А хоть я не знаю. Журнал магии красоты. В каждом номере было что-то для нашего внешнего обликса. Что-то. Этот журнал магии красоты. Что-то вроде глэмбокса. Только в нем можно было почитать еще какие-то советы по красоте. И в каждом номере не больше одного какого-то предмета. А в глэмбоксе несколько предметов, но нет почти. Советы по красоте. А стоимость одна и та же. Так вот. Этот лак прикладывался к журналу. Магия красоты. Это у нас номер 41. Сохнет быстро. Выглядит на ногти шикарно. Держится очень долго. Очень долго. Наверное, дня 4 даже может быть. Поэтому полноценная пятерка. Набрались до мизинца. Худший лак из моей коллекции. Кол. Нет. Он не достойный даже кола. Ноль. Полный ноль. Это у нас фирма Белл. Бель. Я вот даже номер не смогу назвать. Потому что... Нет, смогу. Четверка, по-моему. Или 48. Да, 48 номер. Фирма Бель. Это просто жуть. Вот он на мизинце. Во-первых, он уже к концу первого дня. Ну, в начале второго там. Начинает. Ледить. Вот остальные лаки, которые у меня остались. Я оставила... Они поддаются описанию. Видеть их не обязательно. Поэтому... Да и наносить уже не на что. Значит, во-первых, я назову вот такой вот лак. Это Ари Флейм. Для дизайна ногтей его можно видеть. Вот я полосочку поверх красного нанесла. Двойка. На стойкость. У меня не было возможности его проверить. На быстросохнутость. На быстровсыхаемость тоже. Но... Если судить по опыту моего обращения с Ари Флеймовскими лаками, я на лучшее не надеюсь. Кисточка мега неудобная. Сейчас объясню, почему. Нет, кисточка сама нормальная. Но вот по вот этой вот палочке, которой, собственно, предсоединенная кисточка, в ней вот когда рисуешь, такие жирные карты все время стекают. Это все нужно куда-то срочно бы что-то вытирать. И просто невозможно рисовать спокойно. Это я не знаю. Я уже пробовала и деревянными палочками для кутикулы, там, и зубочистками, прежде чем наносить все это с... Излишки лака вот с этой палки стирать... Бесполезно. Это... Это все. Это даже я не знаю, что еще сказать к этому. Поэтому переходим дальше. Вот такой лак. И фрошевский. Он у меня есть на фотографии. Вот она. Такие бутылечки я не очень люблю. Потому что... Хотя я вообще люблю маленькие бутылечки. Так как... Я люблю, чтобы лаки очень быстро заканчивались. Но... Здесь очень маленькая кисточка. Все бы ничего. Когда бутылек полный, это не помеха. Но когда он становится полупустым, становится полупустым очень быстро. Приходится... Перед нанесением на каждый палец делать вот так. Дын, как песочные часы. Подождать немножечко. И потом только наносить. И так на каждый палец. На маникюр таким лаком уходит времени больше, чем эрифлемовским лаком. А чтобы нанести эрифлем в два слоя, мне нужно 3-4 часа. Дальше из выше обозначенной магии красоты у меня есть набор. Вот такие вот лаки. Вот такой это бежевый. Вот он настолько естественный, что даже не сразу понятно, что это накрашенный ноготь. Только поблизко можно это понять. Это такой прям белый. Ну, для френча. Все знают, как выглядит белый лак. Для френча такой плотный белый, матовый. Прямо белый. Теперь я хочу его предстечь от одной покупки. Я не знаю, как выявление вообще лаки. Это был первый. И последний. Может, просто только белый лак так себе идет. Вот если... Это, кстати... Какой оттенок у нас? 0,611, если туда смотрю. Если его нанести на ногти, хоть сколько слоев. Там такие ужасные разводы на ногтях остаются. Видны не невооруженным глазом. Это просто, я не знаю, жуть. Далее вот такой лак. Твердая пятерка. Это лак фирмы L'Etoile. Номер... Нет, номер 121. Мисс Кофе. Он напоминает вот такой. Но только... Такой больше коричневатый. И при этом чуть-чуть красна. Держится пять дней. Пять. Слазить с ногтя очень незаметно начинает. Высыхает практически мудновенно. Здесь даже не пять. Здесь десять баллов. Далее. Фирмы Северина. Серия Даймонд. Номер сорок третий. Вот такой лак. Мне очень нравится его наносить на белый матовый лак. Потому что вот этот, он такой прозрачный, с такими искринками, естественными. Так вот. Если посмотреть... Если вспомнить, как выглядит... Как выглядит только что выпавший снег зимой, при солнце, не тающий. То вот... Будет понятно, как выглядит вот этот лак на ногтях. Дальше. Арифлеймовский лак. Для ног. Здесь даже такая ножка изображена. Но я его использую на руки. Вместо прозрачного лака, когда мне не хочется нагружать образ своих рук. Ну, как выразилось, образ моих рук. Когда я не хочу нагружать образ моих рук какими-то яркими цветами. Он выглядит на ногтях лучше, чем просто прозрачный лак. Сейчас объясню почему. Он блестит ярче. Такое ощущение, что на него упал луч солнца, яркий притом. И вот так вот он выглядит. Причем без участия солнца при этом. То есть, выглядит очень так прозрачно, но при этом сияет на ногте. И хоть я обхавила, арифлеймовский лак, вот этот мне нравится. И я его... Когда он у меня закончится... Закончится у меня не скоро. Я его закажу снова. Потому что... Четверка с плюсом. Тоже арифлеймовский. Я его заказывала как... Ой! Чуть не уронила. Что я сегодня все уроняю? Я его заказывала как базу под лаки. Большая ошибка. Потому что, как я уже сказала, лаки арифлеймовские согнуты очень долго. Мне кажется, база должна согнуть очень-очень быстро. Этот лак не справляется с этой задачей. Но я все равно его использую, потому что жалко жить. Это непростой лак. Он для укрепления ногтей. Такой ухаживающий. Ну, у нас остались такие из серии ухода. Да, это сушилка. Опять же, арифлеймовская. Никогда в жизнь брать не буду. И советую тоже никому не буду. Ну, хотя, кто-то знает. Может, это просто я его не оценила. Это сушилка. Ужас. Ужас. Это из-за взряда тех сушилок, которыми нужно капать на ноготь. Во-первых, у меня еще ощущение, что из-за нее ноготь сохнет дольше. Сильно. При этом, когда капаешь, заливаешь абсолютно весь палец, если не сказать всю руку. Выдавливается жутко. В общем, мне не терпится, чтобы он закончился уже ноль. Вот это ноль. И вот это ноль. Ну, и вот это средство для удаления кутикулы, смягчения ее. Такой красивый дизайнерский петулечек. Это у нас фирма Финель. Я надеюсь, правильно подошла? Вот здесь заявлено, что это орхидея. Да, с оксатом орхидеи. Если открыть и понюхать, то, ну, помимо запаха свойственного такого, с таким средством, действительно пробивается еле заметный аромат орхидеи. Да, правда. И, ну, а может, это самоудушение. Вроде пробивается. Вот. Не скажу, что отличное средство, но средненькое сойдет. Тем более, он такой красивый. Такой прям буй-дю-буй-дю-буй-дю-буй. Да, вот. Так что с тобой была разноногтевая Даша. До следующих встреч. Счастливо.